всем привет друзья сегодня 23 сентября и чем дальше в осень тем суше нету дождика но на следующей неделе обещают а посему наши шансы до сегодня меньше чем чем прошлый раз но мы не теряем надежды вот заходим в осенье чик в надежде что там еще осталось влага день конечно прекрасно чудесный погодка хорошая с утра было холодно но уже я скажу футболки и мне не холодно жаль только что сухо здесь такой плотный плотный лес и кажется что тут так уютно да и тебя никто не видит и не слышит обожаю такие заросли они нередко таят в себе нечто прекрасное нечто красное здесь вот стояла вода я тут проваливался в сапогах чуть ли не набирал в них воды вот даже это бревно среди так я когда лежал все на дне обросло все мхом паук паук стой это даже не паук быстрее это мошечка вот именно на этом дне и будем сейчас смотреть сыра да и тут даже проваливаешься даже следы какие-то тут кабанячий кстати еще раз смотрел передачу про черный труфель трюфель очень дорогие и очень интересные грибы которые можно найти даже в нашей в нашей полосе может то трюфель это ты нашла друга маховичка зеленого да только камера сейчас сфокусируется вот друзья маховичок зеленый прекрасный экземпляр если мы видим что где-то здесь копались дикие свиньи то значит здесь где то есть трюфель можно взять грабли снять верхний слой подстилку лесную и обязательно один грибочек но вылезет на поверхность они такие похожи на камушки это черные трюфеля есть белый трюфель до десяти тысяч гривен килограмм так вот мы можем даже ходить по этому сокровищу и не догадываться а трюфель специально так хорошо пахнет чтобы учуяла его свинья чтобы она его разрыла скушала и побежала выкакивать в другой конец леса дабы распространить распространить споры пожалуйста вот он скачет и может ты его нашла и ты и сорвешь да ух ты какое прекрасное под шляпе белая не червивый да отлично классно с почином так кстати вот оно моё сокровенное болотце и вот они лезут малыши красноголовики мы конечно их возьмем потому как не знаем когда следующий раз сюда приедем чтобы они не пропали вот красавчики я обожаю обожаю подосиновички но я их обожаю собирать а именно в жареном виде я предпочитаю маслята которых к сожалению сейчас нет подосиновички они такие более жесткие то ли дело сопливый масленок мягусенький вкуснюсенький подосиновички я думаю лучше солить а сейчас лучше солить смотри кто-то шел и сбил ногой такой прекрасный подос и смотри на причем его сбили недавно да ну такой может быть лапой какая прекрасная нога ну давай заберем это конечно не пропадать же добру то есть ты нашла улики но наш огород кто-то стал наведываться сегодня катюша ударе находит все грибочки бежитик лошадка попереду мэне и все выгребает а я ношу корзину правильно ну засыпь тогда я твой корзинаносец ну вот он немножко подсушенный но это ничего это ничего на прошлой грибалочки я оставил маленький подосик в корнях там это и будет индикатором лазит ли тут кто-то еще кроме нас аль нет это было вот здесь мне кажется и да друзья нет если он такой же маленький значит это не он нет это не он к другой да это другой кто нашел хорошо тот кто-то нашел до того кто-то уже безжалостно выкрутил так рука какого же ракурса тебя показать хорошей да мощная мощно новенький ты наш ох какой да интересный экземплярчик больше нету ты увидела ну иди сюда ну посмотри какой он хочу что выпендрят это да как говорится мой гриб который меня дождался держи корзиночку как будто с армии дождался меня ну видно как он повзрослел ты же был совсем крохой теперь ты мужчина слышу него под шляпой они очень ну да давай его проверим я не успел как обидно ну чё прям внутри он прям ну ладно ты разбила полностью мои надежды так возвращаю тебя домой да ну хоть порадовал на своим видом таки я не зря залез такую густую траву думал так уже пройду проверю не зря посмотрите какой молоденький красавчик ну-ка иди к папе смотри катюша приятный будешь у нас самым красивым в корзинке катя радость-то какая я нашел впервые в нашем регионе чагу настоящие блин солнце засвечивает сейчас извините друзья вот она ой тут нужен топорик или нож хороший такой большой топорик скорее нашел смертельный номер друзья впервые в таком весе человек лезет вручную сомневаюсь что я долезу но тут вот эти два дерева между которыми можно лезть это настоящая березовая чага это просто сокровище я думал нету я искал все эти годы и все эти годы вы не знаю убить штаны я просто хотел вам показать это не потому что это у меня нечем все равно ее отрубить так как же и главное стволы такие голые высокие е-мое так шо как не знает никто да блин настоящее а ну сейчас если сниму часы мне просто проверить долезу ли я до нее если я приду сюда с инструментом ну-ка вот она вот она вот она высоко конечно и я так нету только что вы испортил короче все мои попытки тщетны есть один способ наверно надо привязывать к палке какому-нибудь дрыну топор и попытаться ее срубить никуда не уходи вот наконец-то мы вместе увидели ух ты ух ты это настоящая полянка податиновичка сейчас подожди покажу вот этот уже погиб вернее умер своей смертью так подожди-ка мы подавы я вот начну с самого красивого а че это ты не ну начну покажу какая жадная девочка это вообще манюня ну и что все возьмем ну да внутри на одном месте да засуха засухой а подосики его близ болотца вытыкаются да потихонечку тут уже и водички то нету встаю тут минут пять читаю про чагу вижу что-то красное ухо какое-то мелькнуло и ты нашла так вот короче какой мощнейший с каким с какой ножкой мощной а увесистый улыбчивый вот так красотулики да пахнет понюхать лёпка грибная такая прям смотри даже роса ну да влаговый все хороший на катюше и этот почистить да вот идем дальше стою на поваленном дереве ну и высматриваю дай-ка отсюда открываются вот такой вот вид идем ты же к нему ах эталонный под осин пока я тут чистил катюша уже кричит что нашла и прожит поторопиться к ней но я же не могу бежать по подосиновикам из-за того что катя там какой-то ваховичок нашла ух ты тоже эталонных два подосика вот какие красавчики малыши они прям вместе росли до одного чуть подъела мышка как будто сувенирные да да так идем дальше вдоль болотца я нашла ну я знаю секрет дорогие друзья в общем то секрет заключается в том что берете с собой опытного грибника он вас ведет по своим местам но вы забегаете наперед и он только успевает крикнуть я нашел как вы уже с ножичком чистите его стоите иди катюш вперед хай по бутынку пособирай ты видишь не он иди сюда я просто смотрю вдали так вдали вдали от того места где мы обычно бродим торчит такой гигант может быть мы не там бродим катюш посмотрите как он прилетен ножка тоже у него мощная нет он хороший смотри а то я уже думал что он все он классный нож у тебя нет у тебя был начинается вот катя говорит это мы просто не дособирали в прошлый раз ну да наверно волна прошла наверное ждем следующую что там катюшенька что-то застряло сапожки красавчик торчит из-под поваленной березки насчит осень вот такой наверно катюш это будет завершающий потому как катюшенька уже обмякла и хочет домой конечно еще полазил бы есть тут где полазить есть ну я смотрю что она уже достала батончики поедать водичку запивать я понял что грибалочка близится к концу обед а вот в одном из прошлых видео катюшка обнаружила символ нашей любви с ней два влюбленных дерева две сосенки что ты думаешь насчет этих деревьев не понимал как они выросли а думала она скажет они будут неразлучны до конца своей жизни как мы с тобой как мы с тобой как они так выросли не понимаю у нас сегодня скуднее результат но есть вот так сказать на жареху так что друзья до новых встреч спасибо что провели время с нами подписывайтесь на канал кто не подписан и не отписывайтесь кто подписан нажимайте колокольчик чтобы не пропускать видео да и будьте здоровы пока пока